Всем привет! Сегодня 24 августа, Московская область. Погода у нас солнечная, настроение хорошее и у меня и у растений тоже. А это тыква. Это та самая тыква, которую я пересаживала из мягких контейнеров, когда растения уже были очень взрослыми. И чтобы спасти тыкву, я ее высадила на это возвышение. И хочу вам показать, как она сейчас выглядит и как я ухаживаю за ней. Здесь в ногах растет лагинария, но листву она хорошо зеленую массу набрала, хорошие плети дала. Но плохо она цветет и завязывает плоды, потому что было холодно. У нас же тепло только последние 3-4 дня, до этого дождь и плюс 12 днем, а ночью вообще и 4 градуса. Поэтому она начала расти только последние 4 дня, наверное. Тыква выглядит, конечно, получше. Здесь у меня три сорта. Пару сортов это иностранные. Я сейчас прям не вспомню их название. Это нужно читать по тетрадке. Вот, наросла одна тыква. Я сейчас вам покажу все тыковки, а потом расскажу, как я прям кратко ухаживаю. Вот такая мощная тыква наросла. Сорт не скажу, конечно. Но разве такая тыква, я не знаю, вырастет она в мягком контейнере или нет. Очень крупная тыква, крупноплодная. Так, здесь у меня еще тыковка такая красивая. Сейчас я ее покажу. Вот она. Наверное, из-за листвы плохо видно. Она вот такой причудливой формы, тоже красивая. Я оставила, наверное, из всех тыков 7 максимум. Так, вот она, красавица. Маленькая, конечно, для августа месяца, конца. Она мелковата. Вот. Ну, посмотрим. Одна-то точно созреет. Остальные не знаю. Так, вот тоже, тоже царевна лягушка. Вот она тоже маленькая. Вот царевна лягушка. Такая красавица. Тоже покрупнее. Так, дальше. Здесь царевна лягушка. Красивая, конечно, она. Ничего не скажешь. Вот. Еще тыква. Вот сколько здесь получилось. Вот тоже какая-то иностранка. Ну, маленькая. Не знаю, вот эта, наверное, вряд ли вызрит. Это же мускатная сорта. И вот. Все. Это я оставила столько тыкв. Это уже обратная сторона кучи. Ну что, как я ухаживаю? Я вообще, знаете, вчера рвала металла вообще. Здесь полностью, это вся вот куча громедная. Это была сплошная тыквенная листва. Это было что-то. Потому что я упустила тыкву. Здесь ничего не скажешь. Но вчера я за нее взялась. Я, наверное, с этой кучи вывезла минимум 4 тачки листьев плетей набитых. Это было что-то. Я здесь все это распутывала. Весь этот лабиринт, все эти плети. У тыквы здесь, у двух сортов, они очень мощные. Это здесь вот этот сорт, видите, с мелкой листвой имел и такие тонкие стебли. С ней еще хуже было, потому что она такая ветвистая была. Они все тонкие. Так вы, знаете, не дотронуться сразу. Они же полые трубочки. Ой, сразу ломаются и все. В общем, и оставила в итоге я таким образом. Тыква. От тыквы идет вот она, плодоножка здесь. Здесь прикрепляется кормящий лист. Здесь отходил это пасынок. Конечно же, его нужно обязательно выломать, потому что не созреет тыква. И здесь я заложила перепревший коровий навоз, чтобы там отошли корни, пошли. Не знаю, сейчас я раскопаю, наверное, покажу. Вот, видите, вот оно сплетение. И как раз вот в этой точке, если видно, это белая точка, там идут корни уже вниз туда, в землю. И чтобы зафиксировать, я просто прижала навозом. И теперь это будет так все расти. Зафиксировала, потому что ветер, плети я же уже нарушила, их стабильность, да, и они теперь гуляют. И чтобы ветер не сбил, все-таки плеть не вырвал, и чтобы корешок укоренился, и плод начал быстрее наливаться, я вот, в общем, здесь примастила вот так. Вот, видите, корни каждая плеть дает. И так, таким образом, она кормит плоды свои. И вот какой бы тыкве ни подойти, я сделала таким же образом. Вот здесь вот тоже тыковка. Вот, вот, лист отходит. Вот он. И здесь вот как раз на сплетение плодоножки листа, там уже пошел корень вглубь. Я вот тоже прижала, чтобы ветер не сдул. Они сейчас примутся просто моментально. Вот если мне через неделю вам показать эти все тыквы, а я вам покажу, как они выглядели, как будут выглядеть через неделю, и вы убедитесь, что реально, вот, когда тыква дает на плете дополнительные корни, это работает. Тыква начинает быстрее, намного быстрее расти. Но эта тыква, это что-то. Я не знаю, я, конечно, она еще больше нальется, будет еще больше. Но тыквы такие я прям уж сильно большие не люблю. Вот, не знаю, разрежешь, куда ее потом девать, не знаю. Вот чуть-чуть бы поменьше было самое то. Так, все. Это вот я рассказала, как я ее сформировала. Я думаю, все у меня вырастет. Так. Поливаю. Сейчас просто беру шланг, надеваю насадку дождик, и где она у меня посажена, вот я примерно знаю, я туда поливаю водой. Все. Больше ничем ее не удобряла. Ну, вначале, конечно, давала зеленое удобрение, гумат калия разводила. Все. Сейчас она у меня растет. Единственное, да, сейчас нужно поливать. Почему? Потому что потеплело у нас, конечно. Стало тепло. И вот так она у меня растет. Конечно, в следующем году экспериментировать я больше не буду с мягкими контейнерами для тыквы. Это не дело. Не пошла у меня эта затея. Не знаю, может, у некоторых, конечно, и получается. Ну, единственное, мне в мягких контейнерах понравилось выращивать картошку. Здесь я буду пробовать в следующем году. А с тыквами только на куче. Только так. Это мой способ. Он уже проверен. Вызревают все мускатные сорта, все позднеспелые тыквы. Замечательный способ. Я вам тоже его советую попробовать. Так кратко я показала свои тыковки. А я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.